В Санкт-Петербурге музея железнодорожного транспорта Российской Федерации Отец железных дорог России, такое гордое звание потомки дали императору Николаю Первому Ведь именно благодаря его воле в нашей стране появились первые железные дороги Что буквально вызвало транспортную революцию и способствовало развитию отечественной техники И сегодня, в день 225-й годовщины со дня рождения императора Николая Первого Мы рады представить вам новый выставочный проект музея Император Николай Первый, основатель железных дорог России Для открытия выставки с приветственным словом приглашаю выступить директора Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации Владимира Ивановича Митиленко Спасибо! Добрый день, гости, товарищи, друзья! Добрый день, друзья! Мы сегодня находимся в здании, построенном в разregновании 100-летия со дня рождения государя-императора Николая Первого Построен в 1902 году по инициативе тогдашнего министра «Рудей и сообщение» князя Михаила Ивановича Хелкоба Имя Николая Первого государя, оно знаменательно для всех железнодорожников, потому что это был, как сказала ведущая, отец-основатель железных дорог России. Он на самом деле был инициатором, и двигателем этого большого, серьезнейшего, огромного проекта в Российской империи. Мы открываем выставку сегодня, посвященную 225-летию со дня рождения императора. Это для нас очень важная знаменательность, потому как Николай Первый по праву является основателем железных дорог России. В период его правления с 1825 по 1855 год произошли важнейшие изменения в развитии губей сообщения Российской империи. Построены первые железные дороги, получили развитие водные пути сообщения. В 1837 году была построена первая царско-сельская железная дорога, положившая начало железнодорожному строительству стране. В 1848 году Варшавовенская железная дорога, закрепившая успех в железнодорожном строительстве. И, конечно, в 1851 году это Санкт-Петербург, Московская железная дорога, первая регистрация страны, на постройке которой сложилась и оформилась русская школа строителей железных дорог, Москов, а также локомотивостроения и вагоностроения. В 1853 году Санкт-Петербург – Варшавская железная дорога, соединившая Россию со всеми странами Западной Европы. И все эти дороги строились по именным указам императора. Именно Николай I принимал судьбоносные для нашей страны решения. 1 февраля 1842 года он подписал указ о сооружении железной дороги между Петербургом и Москвой и сказал, «Я решил ей быть против мнения большинства, призванных мной на Совет. Надеюсь, что потомство оправдает мое решение». Но, естественно, мы потомки оправдали его решение, потому как с этого момента началось бурное строительство железных дорог, локомотивостроения, вагоностроения, развитие инфраструктуры. И самое главное, началось техническое перевоплощение страны. После переименования дороги в Николаевскую в 1855 году император Александр II, это уже пор смерти Николая I, путь этот по своему устройству достоин вести имя высочайшего основателя его. В нашем музее, являющемся одним из старейших научно-технических музеев мира, собирающим более 200 лет своих экспонатов, сохранились уникальные артефакты Николаевской эпохи. Это редкие музейные предметы, связанные с именем Николая I и историей первой железной дороги. Многие из них в первой и сегодня представляются широкой публике. Мы гордимся, что мы проходим, сегодня открываем эту выставку в здании, которое носило имя государя-императора Николая I. Спасибо.